Местом проведения фестиваля культуры и спорта Парар традиционно стал Адлерский курортный городок. На этот раз значительно выросло количество участников. Добрались до Сочи, из Южно-Сахалинска, Читы, Якутии и Замурской области. Впервые принимают участие команды Санкт-Петербурга и Ростова. Второй раз участвует Донецкая народная республика. У нас здесь есть мастера спорта Украины, бывшие члены сборной команды Украины. И по баскетболу на колясках, и по фехтованию. Неоднократные призеры. В общем, у нас довольно сильная команда. В целом же на фестивале представлено 19 регионов, более 200 участников. Все они стремятся проявить себя в спортивных и творческих номинациях. А еще важнее для них простое человеческое общение. Очень приятно нам было встретиться с нашими друзьями. Мы приехали в количестве около 20 человек. Инвалиды первой группы, второй, третий. Тщательно так готовились с радостью. Буквально перед отъездом шились наряды. Сочинская встреча такой категории россиян – показатель того, что даже находясь в трудной жизненной ситуации, опускать руки нельзя. И тому подтверждение настроения участников фестиваля, которых на курорте встретила превосходная погода. Здесь, в Сочи, готовили и сборную России для Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, и которую, как известно, не допустили к играм. 94 иска подали спортсмены-инвалиды в Лозанский суд. И сейчас Международный Паралимпийский комитет именно потребовал от нас. Я просто удивляюсь, как это можно вообще требовать от нас, чтобы мы прекратили иски. А Международный Паралимпийский комитет тогда рассмотрит критерии, по которым надо нам вернуться в лоно Паралимпийской семьи. А в Сочи сложилась своя Паралимпийская семья, поддерживает которую весь город. Кроме того, на проведение фестиваля используются средства господдержки, полученные в качестве президентского гранта. С поддержки администрации это все и начиналось. И нашего клуба инвалидов, который был открыт у нас в преддверии Красноолимпийских игр и Паралимпийских игр. То есть город всесторонне поддерживает данное мероприятие и готов поддерживать это в дальнейшем. Потому что мы видим, что это мероприятие приносит радость этим людям. Фестиваль культуры и спорта продлится до 15 октября. В его рамках участники не только выявят тех, кто быстрее, выше и сильнее в олимпийских видах спорта, но и посоревнуются в танцах на колясках. Для них развернутся творческие студии и тематические семинары. А завершится фестиваль гала концертом лауреатов и приглашенных известных исполнителей.